В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Родители, близкие, родственники, рабочие специалисты. Кому разрешен въезд в Саров? Фильмы под открытым небом. В нашем городе пройдет фестиваль уличного кино. Более 200 участников из 14 регионов страны. Торжественная церемония открытия первенства России по лыжероллерному спорту. Далее расскажем обо всем подробно. Жизнь на территории ЗАТО накладывает свои правила. Многие, кто живет здесь уже не первый год, давно привыкли, что въезд и выезд в режимную зону строго регламентирован. Но несмотря на это, когда появляется потребность привезти в город родственников или специалистов по работе, у жителей возникает множество вопросов. Кому разрешен въезд в Саров и каков порядок получения разрешений на нахождение в городе, выясняла наша съемочная группа. По достижению 14 лет каждый гражданин России получает документ, удостоверяющий личность, паспорт. На территории любого ЗАТО молодые люди и девушки становятся обладателями еще и так называемого зонального пропуска, позволяющего беспрепятственно выезжать и заезжать в город. Его получение максимально упрощено. По достижении 14 лет пропуск выдается. Если ребенок является учащимся средней школы, берется заявочка у секретаря школы. Она подписывается родителями, приносится к нам, мы выписываем заявку и на основании этой заявки в бюро пропусков он получает зональный пропуск. Все чаще для работы в ЗАТО привлекаются специалисты из других городов. Въезжая в Саров по рабочей визе, они имеют право пригласить сюда и своих родных и близких. Список въездных родственников строго регламентирован. Попасть в гости могут родители, дети, братья и сестры саровчан, а также внуки, бабушки и дедушки. Для оформления всех документов придется идти в администрацию города. В любой рабочий день, желательно во второй половине дня, подходят к нам, заполняют заявление. И мы это заявление направляем на согласование в службу безопасности. После согласования вывешиваем решение у себя вот здесь в коридоре или можно узнать по телефону решение. Если гость въезжает на территорию Сарова впервые, проверка его данных различными службами может занимать до трех месяцев. А далее действовать разрешение будет в течение целого года. И в случае, если при въезде на КПП возникли трудности с данными, пропущена буква в фамилии, не найден временный пропуск и прочее, существует отработанная система. Мы делаем протоколы, где указаны решения по всем заявлениям. Они находятся как в режиме, так и в бюро пропусков. В бюро пропусков сверяют, если разрешение есть в этом протоколе, то пропускается, а потом уже документально это все исправляется. В город также могут попасть и те, кого пригласили сюда для работы. При этом работодатель будет нести ответственность за гостя в период его нахождения на территории Сарова. А также следует помнить, что незаконные пересечения охраняемого периметра или попытка подкупа часовых на КПП повлечет за собой уголовную ответственность со всеми вытекающими. Мошенники, на уловки которых так часто попадаются саровчане, практически в 100% случаев оказываются жителями других городов и регионов нашей страны. Своих жертв они находят через интернет или по мобильному телефону. Однако совсем недавно саровские правоохранительные органы раскрыли преступную схему, придумал которую житель нашего города. Мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Подробности далее. Шесть преступлений по статье «Мошенничество» и два по статье «Присвоение». 33-летний предприимчивый житель нашего города решил не тратить впустую время, проводимое в интернете, и придумал схему, благодаря которой завладевал деньгами доверчивых саровчан. На популярных сайтах объявлений он находил сообщение о продаже дорогостоящей вещи, связывался с продавцом, а после в ход шла та самая преступная махинация. Обращался к своим знакомым и предлагал им уже у него купить это же самое имущество, но в более низкой цене. То есть его знакомые ему передавали деньги, он шел к настоящему владельцу этого имущества и просил ему продать это имущество в рассрочку. Передавал часть денег потенциальному продавцу, а оставшиеся присваивал себе. После чего скрывался и не выходил на связь ни со своими якобы покупателями, ни с продавцом. В каждом случае обманутыми оставались как минимум два человека. В списке потерпевших по делу саровчанин значатся еще и собственники, сдающие квартиры в аренду. После заключения договора саровчанин похищал из жилого помещения мебели ценные вещи, после чего скрывался. Что примечательно, он в общем-то не скрывал свою личность. В каждом случае он писал в потерпевшем расписке о том, что он ему вернет оставшиеся деньги. С владельцами квартир, которые он арендовал, он, соответственно, заключал договор аренды, где также указывал полностью свои данные. Поэтому, в принципе, непонятно, на что он вообще рассчитывал. Поэтому найти злоумышленника не составило большого труда. Общий ущерб от мошеннических и других противоправных действий составил порядка 70 тысяч рублей. Саровчанин уградит до пяти лет лишения свободы. Учитывая отсутствие судимости, признание вины и сотрудничество со следствием, наказание может быть смягчено. Дело передано в суд. В нашем регионе создали совет по земельным и имущественным отношениям. Новый орган будет заниматься выдачей участков под строительство, в том числе в рамках инвестиционных проектов. Он сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства. Одной из особых функций нового органа станет рассмотрение вопросов эксплуатации объектов культурного наследия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Региональные и местные власти обяжут реагировать на гневные посты РСН в интернете. Как сообщает портал Лент.ру, в Кремле инициировали запуск новой системы Инцидент Менеджмент, которая позволит оперативно реагировать на критические высказывания, которые жители страны оставляют во всемирной паутине. Она будет работать в пяти крупнейших социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и Одноклассники. Сначала результаты мониторинга будут попадать к администратору, который решит, на какие сообщения нужно ответить. Далее информацию передадут местным властям, которые в течение суток должны будут отреагировать на жалобу. Найти новую работу или подыскать себе сотрудника теперь можно на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства. Объявление о вакансиях и резюме необходимо присылать на электронную почту mailsobaka.sarovbiz.ru. После этого специалисты опубликуют их в разделе «Занятость населения». Уже сейчас на официальном сайте Центра размещено более 30 вакансий. Более подробную информацию можно узнать по телефону 992-63 и 992-64. Футбольный клуб «Саров» приглашает горожан на домашние матчи. В субботу 28 июля наши спортсмены сразятся с Павловским торпедо. Игра начнется в 17 часов на стадионе «Икар». Напомним, 21 июля после перерыва, связанного с проведением Мундиали, вновь стартовал чемпионат области по футболу. 27 июля заканчивается прием заявок на участие в молодежной профильной смене лидерского направления. Наше дело 2018 пройдет с 17 по 26 августа на базе лагеря «Березка». Активных и творческих юношей и девушек ждет насыщенная программа. Молодые лидеры смогут получить полезные знания и принять участие в творческих мастерских и стать авторами собственных социальных проектов. Если ты молодой и активный, если у тебя есть идеи и желание сделать мир вокруг немного лучше, то тебе самое место в рядах участников молодежной профильной смены, единогласно заявляют специалисты департамента по делам молодежи и спорта. Для участников подготовили интересную программу. Результатом ее освоения станет разработка социально значимых проектов. Сейчас во всей стране главным фактором реализации молодежных инициатив является социальное проектирование. И грантовые конкурсы, в которых можно предложить свою идею, получить финансирование и реализовать свою идею. Смена будет посвящена Году добровольцев России. Молодым ребятам расскажут о том, какие волонтерские организации есть в нашем городе, что хорошего и полезного они делают для окружающих, а также познакомят с добровольческими движениями нашей страны. Но самая главная часть программы – образовательные блоки лидерского направления. Мы придерживаемся такого правила, как преемственность в реализации профильных смен. Естественно, ребята, которые первый раз приехали на смену, их это все заразило, они все досконально изучили, как этим всем пользоваться. Начинают привносить свои какие-то новые идеи в реализацию профильных смен. В дальнейшем работают кураторами. И каждый год мы стараемся брать новых, молодых, творческих, инициативных, которые в дальнейшем могли бы передавать свой опыт. Существует два способа попасть на профильную смену. Первый – это делегироваться от общественной организации. Второй – это конкурсный отбор. Перед тем, как получить путевку на смену, молодой человек должен пройти анкетирование и собеседование. Подробная информация по телефону – 671-81. Провести пятничный вечер большой компании за просмотром хороших фильмов – такая возможность теперь есть у каждого жителя нашего города. 27 июля в Парке культуры и отдыха имени Зернова стартует проект «Кино под открытым небом». Саровчан ожидает показ фильмов Всемирного фестиваля уличного кино. Подробности далее. В год 70-летия Парка культуры и отдыха имени Зернова у Саровчан появилась возможность стать зрителями Всемирного фестиваля уличного кино и испытать на себе объединяющую силу искусство кинематографа. Посетители летнего кинотеатра «Под открытым небом» увидят 7 короткометражек, снятых молодыми российскими режиссерами. Саров может теперь тоже прикоснуться к этому фестивалю, посмотрев те самые лучшие короткометражные фильмы за 4 года существования этого фестиваля. То есть сюда вошли именно победители и картины короткометражные, которые в течение 4 лет оценивала вся наша страна, начиная от Дальнего Востока и заканчивая ее европейской частью. В короткометражных фильмах нет дорогих спецэффектов и декораций. Авторы делают акцент на оригинальном сюжете и актерской игре. Поэтому зрители за один вечер смогут испытать огромную гамму чувств, порадоваться и попереживать вместе с героями. Помимо взрослой программы, в летнем кинотеатре будут показывать детские и семейные фильмы. Взрослые показы будут начинаться в 21.30. Детские – в 8 часов вечера. В этом году в детскую программу вошли не короткие мультфильмы, а полные, полнометражные художественные фильмы для семейного просмотра. Это есть и мультипликация, и фильмы с художественной направленностью. Откроется летний кинотеатр 27 июля. Первый в этом сезоне сеанс начнется в 21.30. Всех любителей кинематографа ждут удобные кресла и теплые пледы на случай низкой температуры воздуха. В случае плохой дождливой погоды сеансы будут отменяться. Спорт выносливых. На лыжной базе собрались более 200 спортсменов из 14 регионов страны, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия первенства России по лыжероллерному спорту. Гонки пройдут 26, 28 и 29 июля на улице Строителей Захарова. Подъемы, спуски и крутые повороты, на которых не всегда получается удержать равновесие, так как спортсмены развивают скорость до 60 км в час. Но невысокие физические нагрузки и нессадина на коленях не остановят спортсменок из команды Санкт-Петербурга – Екатерину Грязнову и Нину Иванову. Нужен опыт таких соревнований. Нам сказали попробовать себя на таких соревнованиях. Настроены юные спортсменки только на призовые места. Они намерены выполнить установки своих тренеров на все 100%. К тому же для них лыжероллеры в межсезонье – это хорошая возможность поддержать физическую форму. Он нам сказал, вы приехали сюда попробовать и показать себя. Посмотрим, что из вас выйдет и дальше будем старты другие пытаться. А другая тренер сказала, мы едем сюда набираться соревновательного опыта. Всего в первенстве России по лыжероллерному спорту участвуют 14 команд, в составе которых как юноши, так и девушки. Для одних это первые в жизни состязания такого уровня, а у других уже есть опыт и награды. Но все они, преодолевая себя, идут к высоким спортивным достижениям. И у этих соревнований особенная цель, достигнув которую, спортсмены могут выйти на новый уровень. Они являются просмотровыми для отбора сборной команды на следующий год на чемпионат мира в Латвии. И отбираем команду на этап Кубка мира в город Кантамансийск. После приветственных слов представителей администрации на пусте тренеров и судей началась соревновательная программа. Обязательные процедуры крепления каждому спортсмену чип электронного хронометража и выход первых участниц на линию старта. В первый день состязания определяли лучших среди юношей и девушек в спринте. А 26 июля спортсмены будут соревноваться в гонке-преследовании на улице Строителя Захарова. В связи с этим участок дороги от проспекта Музруково до проспекта Октябрьского будет перекрыт. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Юбилейный 70-й чемпионат города по футболу в самом разгаре. В первой игре 10-го тура встретились команды «Терем» и «Авангард». Борьба за мяч выдалась нешуточная. Спортсмены обеих команд активно играли как в нападении, так и в защите. Закончилась встреча с ничейным счетом. Подробности далее. С первых минут матча футболисты клуба «Авангард» атаковали соперника и отправили мяч в чужие ворота. Контратаки со стороны команды «Терем» долго ждать не пришлось. И уже в конце первого отрезка игры футболисты забили ответный гол. Проигрывали в конце первого тайма, сравняли. Будем надеяться, что победим. Но спорт непредсказуемый. Главное – настрой и желание. Страсти как на поле, так и на трибунах кипели нешуточные. Поболеть за любимые команды на стадион пришли не только мужчины, но и девушки и дети. У каждого из них свой фаворит. Команда «Авангард» – чемпион прошлогоднего турнира по футболу среди команд «Сарова». Ребята признаются, что они постараются повторить свой успех. И пока «Авангард» занимает лидирующую строчку таблицы. Надеюсь, что в этом сезоне, благодаря тренировкам и теплому, дружескому и практически братскому микроклимату в команде, мы сможем снова стать первыми. Напряжение чувствовалось и во втором отрезке игры. Динамичные передачи сопровождались острыми атаками. Каждая команда старалась забить мяч в ворота соперника. Но в итоге счет остался прежним – 1-1. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте «Саров-24.ру». В студии для вас работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова